Наконец-то наступил тот день, когда я еду во Флоренцию. Я очень ждала это путешествие. Раннее утро, вокзал термени, завтрак, и вот я уже жду посадку на поезд. Есть в этом что-то волшебное. В путешествие уезжаешь одним человеком, а возвращаешься совершенно другим, с новыми знаниями и впечатлениями. Время в пути Рим-Флоренция на скоростном поезде Итала полтора часа. Если вы купите билет заранее, хотя бы за две недели, то цена билета будет стоить чуть больше 10 евро в одну сторону и такая же цена, чтобы вернуться в Рим. Дорогие друзья, простите меня за то, что каждый раз, когда я путешествую, повторяю вам про компанию Итала. Но если есть такая возможность сэкономить, так почему же не воспользоваться этим? И вы позаботитесь о билетах заранее, чтобы цена билета вас приятно удивила. Накануне моей поездки в Риме была дождливая погода. Я немного переживала, что такая погода может испортить мое первое впечатление о Флоренции. И вот я здесь. Я вышла из поезда и уже шагаю по великолепной, прекрасной Флоренции. Небо сегодня без единого облачка, а значит и дождя сегодня не будет, и меня ждет прекрасный, увлекательный и насыщенный день. Программа у меня сегодня очень большая. Мы обязательно зайдем с вами в собор Санта-Мария-дель-Флори, в собор Святой Девы Марии с цветком. Поднимемся на знаменитый купол Брунелески, где предстоит преодолеть 463 ступени, чтобы потом с высоты любоваться красотой великолепного города. Поднимемся на самый верх колокольни Джотто. Там тоже предстоит подняться по лестнице, на которой 414 ступеней. Заглянем в Баптистерий, зайдем на площадь Синьории, прогуляемся по набережной реки Арно, по средневековому мосту Понте-Векью, а там дальше будет просто атмосферная прогулка по Флоренции. Если вам все это интересно, ставьте лайк и досмотрите видео до конца. Самый знаменитый собор во Флоренции – это собор Санта-Мария-дель-Фьори, собор Святой Девы Марии с цветком. Собор был построен на месте Древней Церкви Санта-Репарата. Эта церковь относится к IV-V веку и посвящен ранней христианской мученице Святой Репарате. Позже мы обязательно спустимся туда. А пока давайте полюбуемся собором Санта-Мария-дель-Фьори. В соборе я заметила необычные часы. Необычные они потому, что их огромная стрелка двигалась по кругу в совершенно непривычном для нас направлении – не слева направо, а справа налево. Первый камень для строительства собора был заложен 9 сентября 1296 года. Арнольфо-де-Камбью разработал проект и начал строительство стен. Он спроектировал три нефа. Центральный неф был расположен на месте Церкви V века Санта-Репарата. После смерти Арнольфо-де-Камбью в начале XIV века строительство собора было заморожено почти на 30 лет. В 1330 году главным архитектором собора становится Джотто. Но он вместо строительства собора начал строительство колокольни, которая сегодня находится рядом с собором. На колокольню мы обязательно с вами поднимемся. Вскоре и Джотто умирает. Он успел возвести только один ярус колокольни. К 1380 году стены собора были готовы, а вот купола долгое время еще не было. Был даже перерыв в строительстве где-то 40 лет. Стены были, а купола не было. Брунелески начал работать над куполом в середине XV века. Загадка сооружения этого грандиозного купола не разгадана до сих пор. Микеланджело говорил о Брунелеске. Очень трудно сделать так и невозможно сделать лучше. Ведь Микеланджело тоже пришлось работать над куполом. Над куполом собора Святого Петра в Риме. Он был вдохновлен куполом пантеона и куполом, созданным Брунелески. Модель купола Брунелески выставлена в Музее произведений искусств собора. Не пропустите этот интересный музей. Поскольку гигантский купол возводился без лесов, Брунелеске пришлось в процессе работы над куполом изобрести целый ряд машин и механизмов, которые были необходимы для подъема строительных материалов на большую высоту. Купола Брунелеска Купола Брунелеска Дзукери расписывает внутренний свод купола. Здесь изображена большая фреска «Страшный суд». Частично они были вдохновлены мозаикой Баптистерия. Больше всего в соборе мне понравилось рассматривать фреску «Страшный суд». Видите, под куполом люди ходят. Скоро и мы туда поднимемся. Также мне очень понравился пол в соборе, который тоже хотелось рассмотреть в деталях. Ну а вот убранство собора, честно сказать, меня не впечатлило. Я ждала более роскошного убранства. Но это лишь мое мнение. Что касается наружного убранства собора, вот его-то хотелось рассматривать в деталях, что я и сделала. Меня потом долго не покидало чувство восторга. Я несколько раз обошла вокруг собора, чтобы рассмотреть его детали. Пол в соборе напоминает чем-то турецкие ковры. Он такой красивый. Хотя на самом деле в каждом узоре есть свой смысл, в котором надо разобраться. И так далее. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Внутри собора находится лестница, которая ведет нас вниз, к древней церкви Санта Репарата, которая находилась здесь до строительства собора. Одну часть раскопок сейчас занимает книжный магазин. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте зайдем на несколько минут и посмотрим, что же было найдено при археологических раскопках на этой территории. Где-то в 1970-х годах при археологических раскопках под собором Санта Мария дель Фьори были обнаружены остатки древней церкви Санта Репарата. Это как свидетельство раннего христианства во Флоренции. Древняя раннехристианская церковь находится на глубине более двух с половиной метров. Сохранившиеся остатки церкви приблизительно датируются IV веком. Из-за частичных повреждений церковь несколько раз перестраивали. Примерно до XIV века проходили ремонтные работы, которые поддерживали состояние церкви, а потом ее окончательно снесли, чтобы освободить место для нового собора. И поэтому с уверенностью можно сказать, что под собором сохранились остатки четырех церквей – одной первоначальной и трех перестроенных. Пол церкви вызывает восхищение, так как он состоит из красивой мозаики с геометрическим орнаментом. Сохранились и многочисленные надгробия. Дорогично Каннега 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 Субтитры делал DimaTorzok Колокольня Джотто. Ее высота почти 90 метров, и туда мы с вами поднимемся, чтобы полюбоваться красотой города. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Пришло время подниматься на купол, на знаменитый купол, который был построен по проекту Брюнеллески. Пойдемте, дорогие мои, и вы вместе со мной подниметесь. В этом соборе проводились публичные чтения божественной комедии Данте. Я, кстати, тоже сейчас перечитываю божественную комедию. Я купила билет Брюнеллесский паз. В этот билет входит посещение пяти объектов собора Дуома. Очень важно рассчитать свои силы и время. Подъем по лестнице на купол собора требует сил и обязательно хорошей и удобной обуви. На этот счет я всегда молодец. И обувь удобная, и силы свои рассчитала. Подъем на вершину купола состоит из 463 ступеней и нет лифта. Прежде чем купить билет, в который входит подъем на купол, хорошо подумайте и оцените свои силы, потому что подъем на купол не из легких. Когда вы будете покупать билет Брюнеллесский паз, на нем будет указано время, выбранное в момент покупки. Так вот, это время посещения купола. Все остальные объекты, входящие в билет, можно посетить в любое время в течение трех дней. А это колокольня Джотто, Бактистерий, музей и раннехристианская церковь Санта Репарата. Купол собора – это единственное место, куда желательно зайти по времени, чтобы не было большого скопления людей. На посещение купола у меня ушло около часа. С этой высоты можно более подробно рассмотреть фреску Страшный суд. Еще один рывок, и мы поднимемся на самый-самый верх купола. Купол собора – это пауза. Продолжение следует... Боже мой, какие виды открываются отсюда! Флоренция, ты прекрасна! У меня даже слезы накатились на глаза, увидев такую красоту! И все это мне предстоит пройти! Я не могу поверить своим глазам, как здесь красиво! Флоренция находится в соседнем регионе, а мне кажется, что я попала в другую страну. Так сильно она отличается от Рима. Она своеобразна, выдержана в одном стиле и прекрасна! Ну что же мне еще остается делать? Буду изучать ее и покорять! Сегодня у меня путешествие одного дня. Я буду во Флоренции 8 часов. Программа уже составлена, но этого очень мало, чтобы насладиться красотой, посетить музей и прогуляться по узким улочкам города. Я еще вернусь сюда, и мы продолжим с вами прогулки по этому удивительному и прекрасному городу. Мне надо будет хотя бы раз в месяц выбираться из Рима и устраивать самой себе экскурсии по великолепной Италии. Как вы на это смотрите? Поддерживаете меня? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При спуске мы вновь прошли под фреской Страшный суд Мне так хотелось еще раз остановиться и рассмотреть ее Но поток туристов не дал такой возможности И нас все время подгоняли и подталкивали сзади Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думала, что в 30-минутное видео у меня войдет вся моя прогулка по Флоренции Но во время монтирования я поймала себя на мысли, что ничего удалять и обрезать не хочу Я хочу показать вам все, что видела в этом городе И поэтому мое путешествие одного дня я решила разделить на два видео, чтобы вам было удобнее смотреть Я, конечно, постараюсь как можно быстрее смонтировать второе видео, но несколько дней у меня уйдет на это Так как я буду его монтировать в промежутках между экскурсиями по Риму Сейчас наступает жаркая пора, начинается веселый сезон Но я всегда помню о вас, о моих зрителях, которые ждут от меня новых и увлекательных видео Я буду радовать вас На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами Желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения До новых встреч и новых видео